А теперь коротко о других новостях. За укусы собак хочет 2 миллиона. В суд обратилась жительница Владимира, которая попала в реанимацию после нападения бездомных животных. Женщина хочет взыскать с город администрации, управления ЖКХ, организации потлова собак и приюта 2 миллиона рублей. Несчастный случай произошел в гаражном кооперативе «Восточный-2» 23 февраля. На истицу напала стая собак, а очнулась женщина уже в реанимационном отделении. В результате нападения женщина получила средний вред здоровью. Сейчас она с трудом ходит и не может вести привычный образ жизни. Сейчас жительница Владимира оформляет инвалидность. Взыскать с ответчиков истицу просит 500 тысяч рублей, что потратила на лечение. 500 тысяч рублей как компенсацию морального вреда и еще по 500 тысяч рублей ее мужу и дочери за их моральные страдания. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря. Должен был защищать от браконьеров, но помогал им. На начальника отдела охраны водных биологических ресурсов Московского Окского территориального управления заведено уголовное дело. Следствием установлено, что с 2016 года 49-летний мужчина, являясь начальником одного из отделов, предупреждал заинтересованных рыбаков о грядущих проверках. Также мужчина давал незаконные указания сотрудникам, чтобы помочь знакомым избегать наказания за нарушение природоохранного законодательства. Обвиняемый свою вину признал, содеянным раскаивается. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В ночь на 27 ноября перекроют 144-й километр трассы М7. У Пордор Москва Нижний Новгород информирует, что с полуночи до 0.30 движение на 144-м километре трассы будет перекрыто. Это связано с тем, что рабочие будут устанавливать П-образную опору. Объезд перекрытого участка возможен через Покров, Вишневый, Ставровый и Лакинск. С выездами на федеральную трассу на 103-й и 156-й километра. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок. Владимирские тяжелоатлеты привезли набор медалей. 11 наших спортсменов выступали на всероссийских соревнованиях в Татарстане. По итогам соревнований тяжелоатлеты завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Лучшими в весовых категориях 96 килограммов и свыше 109 килограммов стали Азат Афян и Арсений Спицын. Селебро завоевали Владислав Назаров и Степан Зимин. В весовых категориях 81 и 109 килограммов. Третье место среди мужчин завоевал Леонид Дорофеев. А еще две бронзы получили Светлана Кокунова и Татьяна Триусова, выступавшие в весовых категориях 64 и 71 килограммов.